Утро на Болткоме Продолжается Утро на Болткоме. Александр Шунин, Олег Пеков сегодня с вами проводят. Ну и... И мы же... Не станьте, не станьте тем самым Назар Брик ин зе волл Очередным кирпичиком в стене успеха Электронных мошенников. Вот завернул какая интернет-мошенник. Неоднократно мы уже говорили о том, как вот мошенники знают огромнейшее количество способов обчистить карманы честных граждан, но тем не менее все время придумывают какие-то новые. Мы должны быть настороже. И вот об этом какие проблемы могут возникнуть у людей, которые пользуются интернет-банками. Вот мы хотели поговорить с руководителем IT-безопасности банка Blue Orange Дмитрий Ногичев с нами на прямой связи. Здравствуйте. Доброе утро, Дмитрий. Доброе утро, Олег. Доброе утро, Александр. Да, доброе утро. Да-да-да. Я еще отмечу, что не просто так. У нас есть повод связаться с Дмитрием. Дмитрий участвует в образовательной кампании, которая начинается сегодня. Ее проводит ассоциация в финансовой сфере совместно с госполицией и в КТК и ЦРТЛВ. Такой организацией посвящена эта кампания. Ну, слоган ее «Не попадись, будь умнее, мошенников». А дело в том, что в прошлом году практически удвоилось количество тех самых интернет-мошенничеств. Конечно же, это легко объяснимо. Ну, во-первых, с точки зрения того, что технологии не стоят на месте, развиваются, мы все больше пользуемся. Во-вторых, та самая пресно помянутая пандемия, которая заставила, хочешь не хочешь, нас больше использовать электронные различные устройства и телефоны, и компьютеры, и планшеты, и так далее. А вот и активизировались мошенничества. Поэтому мы связались с Дмитрием, чтобы поговорить на эту тему. И, разумеется, главные вопросы какие? На чем чаще всего попадаемся мы такие наивные и... Главные ошибки. ...легковерные и невнимательные? На что нужно всегда четко обращать внимание? Какие вот такие вот триггеры, которые должны в голове колокольчиками звенеть и сигнализировать о потенциальной опасности? Ну, давайте посмотрим, как мошенники это делают. В принципе, перед этим, я, наверное, хотел сказать, что достаточно большую часть информации можно посмотреть на домашней странице этой компании. Страничка называется очень просто латинскими буквами «Не попади.лв». Можно туда зайти и прочитать очень многое. Каким образом не попасться. Сейчас коротко расскажу об основных способах, как это делается. В основном используются либо звонки, либо письма. Самое опасное, естественно, это звонки. Но, наверное, больше про них и расскажем. Сейчас мошенники, к сожалению, очень хорошо образованы, хорошо натренированы. В основном они относятся и работают с русскоязычным сегментом, потому что они в основном хорошо организованные группы из страны, где русский язык знают очень хорошо, говорят практически без акцента. По счастью, самый простой способ их поймать, их найти для большинства случаев это начать разговаривать по-латовски. Тем нашим слушателям, кто может свободно перейти на латический язык или, может быть, не очень свободно. В случае, если у вас возникло хоть какое-то подозрение, если вам звонят из банка, в принципе, всегда можно несколько слов или, по крайней мере, начать говорить на латическом языке. В банке всегда, в банках, в финансовых институциях, в полиции, в виде, откуда бы человек ни представился, из этих организаций люди всегда разговаривают на латическом языке. Если вам на том конце провода или человек, с которым вам разговаривает, говорит, что это специальный колл-центр для русскоязычного сегмента, и они говорят только на русском, значит, скорее всего, практически наверняка это мошенник. Можете просто положить трубку. Хороший совет сразу. Да, таким образом мы, в принципе, подавляющее большинство мошенников уже сразу можем на сеть. К сожалению, в последние несколько месяцев эти люди научились латическому языку, по крайней мере, некоторые из них достаточно хорошо, чтобы поддерживать какой-то разговор, поэтому этого, к сожалению, недостаточно. Поэтому мы вам и расскажем, что делать в случае, если люди говорят на латвичском языке. Самое опасное, как я говорил, это если вам звонят по телефону. Уболтать и говорить человека гораздо проще, чем что-то сделать в письме. Ну, давайте, может быть, попробуем, чем отличается звонок банковского работника от звонка мошенника. Банковский работник может вам позвонить и спросить по двум вопросам. Первый вопрос вы перечисляли деньги, мы его остановили, потому что мы не уверены, что там все в порядке. В этом случае всегда, в принципе, когда вы разговариваете с человеком, не надо спешить, не надо торопиться, не надо волноваться. Мошенник всегда постарается вас либо запугать, либо пообещать золотые горы. Во всех случаях мошенник будет стараться, чтобы вы как можно быстрее приняли решение. Если у вас нет времени подумать, обдумать, вы, скорее всего, совершите ошибку. Если вас торопят, это плохо. Успокойтесь, вдохните и решайте вопрос спокойно. Если вам звонит банковский работник, он может вас спросить себя идентифицировать. То есть банковский работник всегда должен узнать, действительно ли тот человек, которому он звонит, тот, чей телефон записан в банковской системе. Вам звонят и говорят, к примеру, наша система мониторинга посмотрела и увидела, что с вашей карточки сделан подозрительный платеж. Мы думаем, что вас могут обмануть. Что делает банковский работник? Он вам предложит заплатировать вашу карточку в интернет-банке. Вы это можете сделать сами. Банковский работник никогда не будет настаивать, что вы при нем куда-то заходили и что-то делали. Вы можете сказать спасибо, положить трубку, сами зайти в свой интернет-банк и заблокировать свою карточку. Если вам нужна помощь каким-то образом и вам надо дальше общаться с банковским работником, работник банка спросит у вас подтверждение, что это вы. Есть различные способы. В некоторых банках спрашивают голосовой пароль. Это безопасно. Зная голосовой пароль, вы не можете, мошенник не может войти в ваш интернет-банк указать у вас денег. Голосовый пароль вы можете называть и дальше общаться. В тех банках, в которых нет голосового пароля, вас спрашивают, какое у вас средство, либо у вас DigiPass, либо у вас Smart ID. Это может спросить и работник банка, и мошенник. Тут, внимание, вот именно в этом моменте мы можем посмотреть сейчас это мошенник или это работник банка. Мошенник всегда постарается войти в ваш интернет-банк. Он спрашивает у вас логин, если у вас Smart ID, он попросит набрать, он скажет, что у вас сейчас высветится номер там 1122, например, и попросит набрать Smart ID ваш код. Если это работник банка, тогда у вас в Smart ID обязательно надо смотреть, появится надпись примерно аутентификация с клиенту центра. Аутентификация происходит в центре клиента. В этом случае, если появилась такая надпись, значит, скорее всего, это не мошенник, это нормально, вы можете нажать эти цифры, и человек, который с вами разговаривает, не попадает при этом в ваш интернет-банк. Это надежно. Если у вас появилась надпись на телефоне PESL, что у нас интернет-банка, значит, кто-то в этот момент пытается войти в ваш интернет-банк. Если это не вы, если вы прямо сейчас не заходите на броузере, тогда, скорее всего, это мошенник. В таком случае не нажимайте эти цифры, узнаете у человека имя, фамилия и должность, положите трубку, перезвоните. Если вдруг вас уболтали и вы все-таки нажали эти цифры, это означает, что мошенник может попасть в интернет-банк. После этого он подготовит платеж и попросит вас еще раз нажать эти цифры. Что вам надо делать? Если вы заметили, что вы случайно нажали, положите трубку, зайдите сами в свой интернет-банк. В этом случае мошенник тукин. Что в этом случае, извините, мошенник? То есть платеж не пройдет, прерван, Да, совершенно верно. В этом случае мошенник выбросит из вашего интернет-банка и ничего не может сделать. Если я, допустим, как мошенник звоню вам Александру и хочу у вас украсть деньги, мне сначала надо войти в ваш интернет-банк, я спрошу ваш логин и набрать на Smart ID. Если вы вдруг не заметите и нажмете, не спешите, просчитайте, всегда надо смотреть, что пишет Smart ID. Если он пишет вход в интернет-банк, значит, кто-то в него входит. Если он, не дай бог, пишет, что все рогаи какой-то получат от вас 100 евро, значит, с вашего счета точно будут списываться 100 евро. Если человек на другой конце трубки вам говорит, что это тестовый, это мы специально так делаем, у меня то же самое было, и прочее, прочее, это все сказано. Что вам пишет Smart ID, то на самом деле происходит. То есть, по большому счету, прерванный процесс, прерванный звонок, это всегда действенная мера, потому что всегда же можно перезвонить в банк самому и сказать, слушайте, у меня такие есть подозрения, может, они глупые, вы меня заранее извините, но вот что-то мне не понравилось, я вот такой глупый и непродвинутый, объясните мне, действительно ли кто-то от вас звонил, и что-то там происходит с моим Тем более, что можно узнать, что можно узнать фамилию, имя и должность человека, и просто перезвонить, попросить соединить вот с этим человеком. Да, совершенно верно, звоните, да не надо говорить, что вы что-то не понимаете, это не обязательно, банковские работники к этому нормально относятся, нормальная вещь, мы знаем, что сейчас происходит очень много мошенничеств, мы знаем, что людей обманывают, поэтому мы, банковский работник, всегда согласитесь, чтобы ему перезвонить, для нас это и удобнее, и естественно надежнее. Позвоните по тому номеру телефона, который вы найдете, в основном не надо стесняться, если не можете найти номер, позвонить в 1188, да, справочную, вас соединят, будет явно дешевле, чем терять свои деньги. Позвоните в банк, скажите, мне звонил такой-то, такой-то, имя, фамилия, и дальше уже сами общайтесь по этому вопросу, вы должны быть инициатором. Еще достаточно важный вопрос, когда вы звоните, когда вам звонят, на данный момент мошенники умеют подделывать номер телефона, который вам показывается на вашем мобильном телефоне. Это достаточно старая технология, которая очень широко применялась, началась в полноцененных штатах, сейчас она пришла и к нам. Поэтому, к сожалению, если у вас на телефоне показывается звонок из банковского номера, это никоим образом не означает, что вам звонят из банка. то есть, это не является надежной защитой. В этом случае, опять-таки, первое, поговорить, постарайтесь немножко поговорить по-латышски, после этого посмотрите, не будет ли человек на той стороне провода повытаться войти в ваш интернет-банк. Если смарт-айди не должно быть и интернет-банка, только аутентификация клиента-центра, если у вас железный дегипасс, в вас просят только часть кода. Банковский работник никогда не будет спрашивать весь полный код дегипасса. Но на самом деле, это цифры, которые дегипасс показывает. Почему это происходит? Если мы узнаем, допустим, первая, третья, пятая цифра, в некоторых банках есть такие решения, тогда мы точно можем узнать в банках, что это тот человек, с кем я хочу общаться. Но при этом банковский работник не может войти в ваш полный комплект цифр. Как только вы ему ее скажете, он зайдет логином в ваш интернет-банк, введет тот пароль, который вы назвали, и он уже к вам попал. Он уже может что-то делать. После этого он делает обычно либо дополнительных пользователей, и в течение месяца у вас может какие-то деньги воровать, либо он сразу делает платеж и говорит, вот мы тут стараемся что-то делать, я сейчас покажу у вас высветится сколько у вас будет остаток, вы пожалуйста подтвердите это. Когда у вас высветится, у вас напишется, что вы платите компании такой-то столько денег. Эти деньги уйдут, нет никаких подтверждений об остатках. Если они напишут, что платеж на си рога и копыта, значит туда уйдут ваши деньги. В этот момент просто скидывайте, не нажимайте ваш правильный код и все-таки человек попал в сануночку мошенников, все сделал неправильно, но через три минуты он осознал, что он скорее всего совершил ошибку. Можно ли позвонив в банк задержать, затормозить перевод денег? Уже крайняя ситуация, когда человек все сделал неправильно, но можно что-то попытаться изменить? А можно ли вообще вернуть эти деньги, если они ушли со счета? В некоторых случаях можно, в некоторых случаях у нас есть сейчас уже в Европейском Союзе так называемые мгновенные платежи, деньги уходят в течение секунд, но их можно возможно, их можно будет остановить у банка получателя. То есть в принципе сразу естественно звоните в банк, чем быстрее вы позвоните, тем быстрее что-то может произойти. Что еще, если вы подозреваете, что с вашим счетом что-то случилось, зайдите сами в интернет-банк, сами зайдите, напишите там то, что надо, войдите, посмотрите свои остатки, вы сами можете заблокировать свои карточки, вы сами можете увидеть, действительно деньги уходили или не уходили. Если в этот момент мошенник находился в вашем интернет-банке, его выкинут, он не вы зашли в интернет-банк, вы увидели, что денег не хватило, смотрите, проходили ли сегодня какие-то платежи, если деньги ушли, сразу звоните в банк. Это самое надежное. И тогда у вас есть некоторые случаи, когда банк может вернуть деньги. Но это зависит ситуация. Нужно ли обращаться? Да, мы беседуем с Дмитрием Ногичевым, руководителем отдела IT-безопасности банка Blue Orange, а все потому, что сегодня начинается социальная образовательная кампания «Не попадись, будь умнее, мошенников». Ее реализует Ассоциация финансовой сферы совместно с Госполицией, Центром по защите прав потребителей, ФКТК и ЦРТ ЛВ, такой организации. Дмитрий, скажите, пожалуйста, если не только банк, кому еще обращаться? Полицию, не знаю, финансовую, муниципальную, какую угодно? Как надо действовать? Сейчас это происходит не только с банками. Звонят как бы от имени работника вида, вам могут позвонить из прокуратуры, вам могут позвонить и сказать, что вам, например, государство зачислило какие-то деньги, вам надо обязательно перейти по ссылке, которая вам пришли в СМС, и там что-то подтвердить. В принципе, я хотел бы попросить быть очень внимательными с той информацией, которую вам присылают либо в СМС, либо в письмах. Отдельная вещь. Сейчас достаточно популярно начинается новая как бы волна, людям присылают СМСки, в которой находится линк, потом звонят и просят войти и что-то подтвердить, подтвердить, что вы те люди в противном случае грозят какими-то страшными карами, денежными штрафами, заключением, обвинениями и прочим, и прочим, и прочим. Мошенник всегда постарается либо вас напугать очень сильно и потом спасти, либо постарается пообещать вам золотые горы. Вы выиграли в лотерее и вам надо очень срочно что-то сделать, чтобы эти деньги получить. Таким вот образом. К сожалению... Да, да. Да, я просто к тому, что вот вы несколько раз именно говорили о том, что мошенники пытаются сыграть именно на чувстве страха человека, то есть скорее всего вывести из какого-то спокойного состояния, чтобы человек разнервничался и вот в этом состоянии он легче совершает ошибки и легче принимает неверные решения. Вот как с этим бороться, то есть еще раз может быть свернувшись, как не поддаться панике? Для каждого это, наверное, индивидуально. В принципе, надо всегда помнить, что практически во всех случаях в течение секунд все равно ничего не решится. Вдохните, выдохните, подождите, сделайте паузу, попросите в нашем случае поговорить с вами на аутырском языке, посмотрите, что он от вас хочет. Обязательно успокойтесь. Нет таких ситуаций, в котором вам надо в течение секунды или нескольких секунд что-то срочно сделать. То есть работники госучреждений не будут, скорее всего, запугивать человека, не будут вводить его. Определенно вас не будут торопить, чтобы вы что-то сделали здесь и сейчас очень быстро. То есть это тоже один из признаков, по которым можно определить. Да, это один из признаков. Возьмите паузу, успокойтесь, расслабьтесь, говорите спокойнее, не волнуйтесь. Дмитрий, вы на меня действуете как психотерапевт. Слушал как Кашпировского и понимаю, что начинаю расслабляться и некуда уже спешить, хотя спешить надо. Эфирное время нас уже поджимает. Олег, есть еще вопросы? Вопросов нет. Спасибо, Ваше. Огромное спасибо. С нами был Дмитрий Ногичев, руководитель отдела IT-безопасности Банка Blue Orange. Сегодня начинается социальная кампания, которую проводит ассоциация финансовой сферы. Она посвящена мошенничеству в интернете и главные советы, которые нам дал Дмитрий, это действительно не нервничать, не торопиться и не стесняться. Don't worry, be happy. Don't worry, don't worry. Мошенники действуют, они бьют по двум болевым точкам. Либо пугают, либо обещают золотые горы. А мы в ответ что можем предоставить? Холодный разум и трезвый по ситуации, конечно, расчет. Спасибо большое, Дмитрий. Спасибо вам. Дмитрий, хорошего дня. Что ж, ну а мы потихонечку закругляемся. Да, и говорим о том, что у нас, в принципе, очень насыщенный, интересный эфир. И буквально вот сразу после нас программа подоплека, поговорим о все-таки чартерном туризме, протоколе эпидемиологической защиты и прогнозах по бизнесу. В 11, да. Да, все почему? Потому что сегодня латвийское небо открывается для третьих стран. И как бы посыл такой, есть возможность улететь куда-то отдохнуть. В то же самое время со всех сторон, ну, естественно, из кабинета министров в основном долетают до нас сигналы, мол, ребята, это не означает, что можно путешествовать, лучше посидеть дома, но, тем не менее, туристическая сфера чуть приоткрывается. Привздохнула, я бы это так описал, вот, собственно, об этом и пойдет разговор в следующем часе в нашем эфире. Ну, в 11 часов Ольга Троицына, Коуч, и мы поговорим на очередные психологические темы, а в 12 часов культурная среда. Утро на Балткове.